Здравствуйте, с вами Андрей и Ирина, снова в беседах о Библии, о библейских духовных темах. Сегодня мы поговорим на тему греха. Что такое грех и когда мы грешим, и есть ли какое-то лекарство или средство от греха. Мы все знакомы с историей о первом грехопадении. Грехом было нарушение заповеди Божьей, а не вкушение от древа познания добра и зла. Как мы знаем, этот грех был вследствие нарушения Божьей заповеди. Поэтому нарушение заповеди Божьих по сути является грехом. Писание также определяет грех как заступ за черту дозволенного. То есть человек заступил за определенную черту разумного, за определенную черту дозволенного. Но, наверное, неизвестно для многих и другие определения греха. Одно из определений греха это от слова «авон» на иврите. Слово «авон» на иврите значит «грех», который подразумевает искажение реальной действительности. Когда человек передергивает факты, искажает что-то в своем мировоззрении, мировосприятии или в мировосприятии других людей, он лжет либо себе самому, либо другим. Но мы знаем эту заповедь, которая гласит «не лжесвидетельствую». Она, как ни странно, покрывает и тот уровень мировосприятия, который называется передергиванием или же искажением. Люди, живущие в иллюзии или уходящие в иллюзию, отрешающиеся от мира сего, практикующие то, что называется явлением эскейпицизма, ухода от реальной действительности, посредством практики какой-то музыки, просмотра определенного рода фильмов, или же принятие определенного рода веществ или средств, вспомогательных, запретных или менее запретных, практикуют данный вид греха. С другой стороны, в греческом языке слово «грех» является синонимом слова «попасть мимо», то есть «не достичь цели». Другими словами, любое действие, любое намерение, любое желание, которое не достигает цели Божьих ожиданий и того замысла, который Бог имеет относительно нашей жизни, является грехом. В конечном итоге человек, который прожил свою жизнь зря или же не осуществил той миссии, которая была возложена на него в момент прихода в эту жизнь или до прихода в эту жизнь, этот человек согрешает достаточно кардинальным глобальным образом. В Писании есть описание разговора Господа Бога с пророком Иеремией. Иеремия был молодой человек, и Бог его призывает на пост служителя в качестве пророка. Ему была дана большая задача, настолько большая, что Иеремия стал сомневаться, сможет ли он осуществить это призвание. На что Бог отвечает ему, до того, как ты был рожден, еще в утробе матерней, я познал тебя. Мы отсюда можем делать вывод, точно далеко идущий, что каждому человеку до рождения в этот мир дана какая-то цель, дана какая-то миссия. Также мы видим в Новом Завете описание ситуации с Господом Богом Иисусом Христом, в которой слепорожденный человек был исцелен, и на этом была явлена сила миссианства Сына Божьего Иисуса Христа. И задали вопрос ученики, кто согрешил, этот человек или его отец или мать, что он был рожден слепорожденным. И Господь сказал, ни он, ни отец, ни мать его не согрешили. Но был он рожден в этот мир с целью явить дела Божьи, явить славу Божью. Многие люди скептически подходят к этому отрывку из Евангелия. Говорят, что же это за Бог такой, который являет славу своих на тех, кто рожден увечно в этот мир. На самом деле, как оказалось, каждый человек рождается с подобной миссией, с такой миссией явить славу или открыть другим людям свет, познание о Боге в этот мир, поскольку Бог действует через людей. Но в этом случае конкретном человек получил исцеление и прославил Бога тем, что познал Его и явил славу дел Его другим людям. Мы понимаем, что этот человек родился, конечно же, в этот мир не потому, что Бог хотел сделать его увечным, а скорее всего, на мой взгляд, субъективный. Этому человеку была дана возможность выбрать ту или иную миссию или тот или иной способ явления этой миссии в этот мир. И, как мы знаем, Бог есть Любовь, никому не навязывает ничего. Мы понимаем, что грех таким образом является непослушанием, нарушением определенных стандартов устоев Божьих, его устоев святости. Написано в Слове Божьем, «Все согрешили, все лишены славы Божьей». Каждый человек, рожденный на эту землю, является грешником. Что с этим делать? Но Бог всех, абсолютно людей, всех, как говорит нам апостол Павел в послании римлянам, заключил вне послушания для того, чтобы всех помиловать. Единственное требование Бога относительно людей и их сознания своей греховности в том, чтобы они ее сознавали и с этим грузом, с этим бременем ощущения себя греховным, недостойным, шли к Богу для прощения. Это называется в Писании покаянием, то есть обращением. Человек отвращается в результате сознания своей греховности, от своих грехов по направлению к Богу и просит о помиловании, просит о прощении. Такому человеку дается прощение во имя Сына Божьего Иисуса Христа, который, как мы знаем, утверждал, что имеет власть прощать грехи. Возникает вопрос, кто же тогда такой Господь Иисус Христос? Является ли он исторической личностью или это вымышленный персонаж? В советское время было множество историков, которые подвергали сомнению то, что Иисус является историчной личностью. О нем говорили, что это собирательный образ, что это человек, который придуман. На самом же деле, никакой серьезный историк не может подписаться под подобными заявлениями. Есть множество информации о том, что Иисус является историчной личностью, притом из уст совершенно не заинтересованных в этом людей. Вы можете обратиться за этой справкой в интернете и посмотреть на эту тему отдельные статьи. Но смысл в том, что Христос заявлял такие вещи о себе, о которых мог заявлять только человек, либо являющийся Сыном Божьим, либо являющимся исключительно святым человеком, настолько святым, то не было равных Ему, вступавших по земле, либо Он является самым большим иллюзиционистом и обманщиком. Выбор за вами. Кто Иисус? Решать лично вам. Я свой выбор сделал. Иисус есть Тот, о Ком Он говорил о себе. То есть Божий Сын, явившийся для искупления грехов многих людей, взявших грех мира на Себя. То есть Агнец Божий, заклонный от основ мироздания. Итак, что же нам делать с грехом? И что такое грех? Мы с вами поняли. Мы должны свергнуть бремя греха в покаянии и в обращении пред Сыном Божьим, в осознании своей греховности. Сын Божий сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Обремененные грехом и труждающиеся в том, чтобы избавиться от греха, получают простой дар прощения. Единственное, что Бог не воспринимает, это горделивое обращение с греховностью своей, якобы в ощущении того, что я способен справиться с этим сам. Нет, мы не способны. В чем же проявляется греховность? Маленьким детям не приходится учиться ничему плохому. Они хватают это на лету. Плохие слова, плохая музыка, плохие стихи, ругань, брань и все что угодно. Все это очень быстро, естественным образом подхватывается маленькими детьми. Но для того, чтобы насадить что-то хорошее, характер, привычки, устои. Все, что хорошее, требует огромных усилий, огромного труда. Но мы знаем по аналогии с тем, как растут растения. Какое-то культурное растение, для того, чтобы оно выросло, дало свои плоды, требует множества усилий. Для того, чтобы вырос бурьян, сорняк, абсолютно ничего не надо. Также обстоит и с греховной природой. Наша человеческая сущность требует постоянной прополки, постоянного полива, постоянного удобрения и работы, работы, и работы над собой. Именно поэтому греховному Адаму было сказано, в пути лица будешь добывать хлеб свой. Хлеб, конечно, это то Слово Божье живое, которое является в нашу жизнь и которое сдвигает горы. Как сказал Господь Бог, не хлебом единым же в человеке будет, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это цитировал Иисус Христос в Тарозаконе из Пятикнижья Моисеева. Теперь мы пройдем к части вопроса и ответа на заданную тему. Спасибо за внимание. Вы говорите, что Бог позволил человеку грешить с тем, чтобы в свое время человек приходил к Богу и каялся в своих грехах. Таким образом, Бог проявляет власть над человеком. Также Вы говорите, что человек создан по образу и подобию Божьему. Человек точно так же начинает использовать свою власть над другим человеком. В Писании написано явно, что прощение грехов может практиковать и осуществлять только Бог. Мы помним однажды, что Господа Иисуса Христа со страницы Евангелия обвинили в том, что Он богохольствует. Это имело место тогда, когда Он простил грехи. Он очень красиво ответил на этот вопрос, что содержится на страницах Писания, куда я обращаю наших слушателей. Но имеет ли право кто-то выступать из грешных людей, которые ему самому нужны прощения грехов и искупления, обращаясь к другим людям, практиковать как посланец Божий прощения грехов? Нет, это называется кощунством и то, что названо в Писании богохольством. Никто, никакой служитель, основываясь на Писании, не может отпускать грехи, не может выписывать индульгенцию. Мы знаем, что это практика церкви, любой другой церкви, не будем называть имена, эти конфессии. Она противоречит Писанию, она, возможно, преследует жажду наживы, возможно, преследует цель манипуляции, порабощения определенных людей, сознания. Все это заканчивается еще большим грехом. Когда грех грехом погоняет, тут просто не о чем больше говорить. То есть, для того, чтобы я получил прощение от Бога, мне необходимо идти к Богу. Я не должен искать прощения Божьего от лица Его служителей. Единственная ситуация, которую описывает Господь в Слове Своем, если я иду в храм, явиться при лице Божьем и несу с собой жертву, и при этом вспоминаю, что мой брат что-то имеет против меня, что я нахожусь в размолвке или в плохих отношениях с кем-то, кто имеет что-то против меня. Всевышний говорит, прежде примирись со своим ближним, со своим братом, а потом явись при лице моем. Поскольку молитва такого человека не будет услышана. Есть две главные заповеди. Первая заповедь возлюби Господа Бога всем сердцем, своим всем разумением, всем своим бытием, составом. И вторая заповедь возлюби ближнего, как самого себя. В чем суть этих заповедей, какая из них большая? Две наибольших заповеди, но какая из них большая? Если мы говорим о плоскости отношений человек и Бог, конечно же, первая заповедь является главной. Но! Апостол Иоанн проливает свет на этот вопрос и говорит, если ты не любишь человека, брата своего, ближнего, которого ты видишь, и отвращаешь от него сердце, закрываешь свое сердце, если он в нужде и просит у тебя помочь ему, и ты ему отказываешь, то как может в тебе пребывать любовь Божия, если ты говоришь, что ты любишь Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, оставляешь без любви? Таким образом, мы понимаем, что в отношении нас, находящихся на нижней ступеньке духовной лестницы восхождения к Всевышнему вверх, вторая заповедь в практическом смысле слова является гораздо важнее первой. Бог говорит, оставь все свои пространные философствования, всю свою теологию и богословию, отложи ее в сторонку и пойди примирись со своим братом, ближним, соседом, кто на тебя имеет зуб, кого ты обидел, обделил. И только потом, примирившись, наладив отношения с окружающими людьми, ты можешь прийти и продолжить углубление в истины Божьи, в отношения с Богом или в изучение каких-то таинств, богословия. Бог очень практичен, Бог очень прост. Когда человек мудрствует, мы называем это мудрствует лукаво, являя себя духовным, Бог называет это личиной, при этом находясь в размалке с окружающими тебя людьми. Да, вторая заповедь с точки зрения восхождения предлежит первой и является ступенькой восхождения к ней. Вы также говорите, что неисполнение своей миссии это также грех. Как человеку разобраться, в чем его миссия? Что должен он сделать в этой жизни? С чем он пришел? Зачастую человек умирает, так и не поняв, для чего он жил. В этом случае Писание и вообще любой человек должен быть, должен проникать в себя. Он должен исследовать себя. В Библии есть одна очень интересная заповедь, которая, от которой веет, я бы сказал, таким духом восточных учений. Она звучит из уст апостола Павла в послании к сыну своему в вере Тимофею, который говорит «Вникай в себя и в учение». Вникай в себя и в учение, то есть, образно говоря, медитируй. Человек должен практиковать медитацию над смыслом своей жизни. Что это значит? Он должен отходить от всех бытовых дрязг, от суеты дней и подниматься над самим собой с целью увидеть себя с высоты птичьего полета. Человеку, ищущему, будут даны знаки от Всевышнего, дорожные знаки, по которым он поймет, что он движется в правильном направлении, в правильном направлении осуществления своей миссии. На самом деле, человек может в своей жизни достичь множества вещей, ну, например, покорить пол мира, как Александр Великий, или же человек может добиться богатства, баснословного, и купить множество материальных ценностей, но в плане осуществления своей духовной миссии или своего предназначения на этой земле, он не сдвинется ни на микрон, ни на долю миллиметра, и это значит, что этот человек духовно нищ и беден. Нет, он банкрот. Об этом говорится в Писании. Поэтому написано, последние будут первыми, а первые будут последними. Чем мы должны руководствоваться в достижении своей цели и своей миссии? У каждого она уникальная. Бог не требует от человека выходца, скажем, из сельской местности, простолюдина, без высшего образования, без знания языков или знания писания или умения читать и писать не требует никаких сверхъестественных миссий или задач. В этом случае от человека требуются те вещи, которые относительно его же уровня. Поэтому человеку абсолютно знающему, что у каждого есть свои миссии, нет никакой логики в том, чтобы завидовать. Я не могу завидовать человеку, у которого множество денег, золото льется рекой. Почему? Потому что возможно в выполнении своей миссии он свою жизнь земную так и не начал. В этом скрыто для нас большое утешение и в этом суть практической веры. Ведь все ценности, которые мы имеем в своей жизни земной, они очень относительны. Относительно чего? Конечно продвижения и успеха в выполнении своего предназначения. Хоть это и громко звучит, но это правда. Если вы сейчас чувствуете внутри себя голос, да, это так, то вы ощущаете то, о чем я говорю. По сути, нет никакого смысла сравнивать себя с другими, равняться на кого-то еще, потому что успех понятие относительное. Иногда люди, достигающие успеха, понимают, что они находятся у разбитого корыта ни с чем, так ничего и не сделав. И однажды Александр Великий пришел к Диогену и заявил о своем намерении покорить весь мир. Диоген сказал ему, что ты глупец, и он рассмеялся ему, сказал, что никто не покорял весь мир и никто не сможет покорить весь мир. Диоген дал небольшую лекцию Александру Великому, но Александр Великий сказал, что у меня нет времени, и я покорю весь мир и приду к тебе для разговора. На что Диоген рассмеялся. Александр Великий, конечно же, не покорил весь мир, и он умер, но есть такое послесловие, не знаю, был или не был, к этой истории, что в один день с Александром Великим умер Диоген. Диоген это философ, живший в бочке, который от всего отказывался, от чего только можно было отказаться. Однажды он отказался просто от кружки, для того, чтобы черпать воду из ручья, просто увидев, как один юноша черпал воду и пил из руки, он сказал, вот, можно пить воду просто из ручья, я откажусь от этого, от кружки. Вот, и встречаются они, переходя через реку Стикс, в другой мир, и вот король, царь, покоривший практически весь мир, известный на то время, встречается с философом бедным и в своем замешательстве задает ему вопрос, я не знал, что здесь цари вместе с нищими встречаются одинаково, на что Диоген очень сильно рассмеялся, он говорит, ты похоже забыл, кто здесь царь на самом деле, тебе для того, чтобы быть счастливым, нужно было покорять весь мир, а я был счастлив и так. Поэтому смысл своего предназначения и своей миссии является сосредоточением всех вопросов веры, это та точка в сердце человека, которая движет им, движет им либо в здоровом эгоизме, либо в других более духовных намерениях обнаружить себя, найти себя в этом мире, как мы говорим найтись, найти свой удельный вес во всех обстоятельствах жизни, только так, человек может быть властелином обстоятельств в жизни, и по сути ничто другое не попадает под определение пусть этот мир прогнется под нас, если мы не имеем своей миссии, мы будем выполнять миссию других людей, если у нас нет своих планов, мы будем пешками в чьей-то другой игре, Бог хочет дать нам эту миссию, Он хочет вложить нам то, что позволит нам победить мир. Закончу ответ на этот вопрос словами Сына Божия Иисуса Христа, мужайтесь, я победил мир. Спасибо вам за внимание, мы продолжим наше обсуждение при рассмотрении следующей темы, которая называется Искупление. Сына Божия. Сына Божия.